Всем привет! Сегодня у нас поездка в Карелию. Мы наконец-таки собрались, у нас 12.22 и мы едем ехать нам 4 часа до Сартовалы. И за Сартовалы где-то 5 километров находится загородный клуб Ламберг. Там мы останавливаемся, сняли мы домик, будем отдыхать. И конечно же все будем показывать вам. Не буду сейчас рассказывать всю программу, которую мы наметили. Просто у нас такой мини-отпуск, мы решили его провести в Карелии. В прошлом году мы ездили на базу отдыха Ладога озера, это за Приозерском. Но в этом году решили как-то немножко поменять маршрут. В Ламберге мы в загородном клубе были очень давно. Вообще в принципе Ламберг-Русскеала это то место, где мне Илюша сделал предложение. Поэтому это знаковое место. Едем мы и с собакой, и с ребенком естественно. Будем все показывать детям нашим. И как-то сами попробуем переключиться. Конечно же я очень хочу Лахикейт. Это такой рыбный суп финский. Прям мечтаю о нем. И карельские пирожки. Ну покажем. Я все расскажу, все что знаю. Может быть вы тоже решите съездить по нашему маршруту. Было бы здорово. Так что Илюша сейчас до заправки. Мне берет, как всегда кофе. И в путь. В путь. Очень кстати люблю эту дорогу. Через Лосево будем ехать. Мне очень нравится. Кутик, спать уже хочешь, да? Хорошо, не буду тебя снимать. Извините, извините. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, пробок леса. Слава богу. Приехали в Приозерск. Сейчас я зайду в пятерочку. Куплю некоторые продукты нам в номер. В домик. Вот. Соломончику обязательно молочки возьму сейчас. Такое течение к чау. Такие пакетики взяли. Мы не знаем, будет ли там чайник. Поэтому в пакетиках. Такие маленькие бананчики. Прикольные, да? И очень много всяких кефирчиков. Соломончику, йогуртов. И немножко выпечки. Сосиски в тесте взяли. Что Соломон любит. Вот, в принципе, все. А, и воды. Там 5 литров воды взяли чистой. Ну, такой классический набор. Соломончик пьет кефирчик сейчас. Отдыхай. Друзья, все. Приграничную зону мы проехали. Показали паспорта и приграничный контроль. Все, мы в республике Карелия. Ура! Едем. Нам осталось 1 час 42 минуты до Сортовалы. Ну, это не до Сортовала, а еще будет Сортовала немножко до загородного клуба Ламберг. Показали паспорта. Определенная атмосфера. Приехали, друзья. Сейчас на ресепшн пойдет Илюша. И вообще здесь, конечно, мы были зимой. Здесь вид, я потом засниму. Просто нереально. Очень круто. Воздух вообще другой. Вот наш домик деревянный, 14-й. Мы, когда приезжали зимой, то, по-моему, у нас был 12-й. Здесь и детская площадка есть. Мы, конечно же, обратили на это внимание. Прелесть! Какой у нас вид из окна. А это вообще... Кроватка у нас тут. Соломончик. Что такое? Просто не выспался. И дорога долгая была. Ну, как долгая? 4 часа, как мы и планировали. Без пробок. Все супер. Кроватка вот такая тут детская. Ну, вообще, в принципе, такой миниатюрный деревянный домик с кухонькой. Так, что здесь? Давайте я вам покажу. Да, есть и плита, микроволновка, чайник. Так, что у нас тут из посуды? Тоже первый раз все смотрю. Не знаю. А вот кружки есть, тарелки. Ну, все по стандартной схеме. Так, мусор. Это что? А, вот холодильник есть. Ну, отлично. Сколько стоит этот домик? Вот мы его забронировали на 4 дня. Получается где-то 47 тысяч. 47 500. Вот так где-то. Стоит вот такой домик. Очень недешево. Но, как говорится, это сезон. И то мы за месяц бронировали. Ламберг. Ну, будем гулять скоро, да? Будем... Ой, пульт увидел. Уже, конечно, ты так вырос, ребенок. В прошлом году с тобой в Карелию, когда ездили... Не в Карелию, а в Приозерском ездили на Ладугу озера базы. Он еще был маленький такой, вообще лежал в кроватке. В колясочке. А сейчас... Сейчас у нас уже есть характер. Сейчас мы ходим. Все. Да. Очень большой. Телевизор здесь, Соломон. Я вижу, что ты ищешь его. Вот здесь. Ой, ну какой вид из окна. Мамочки. Мы вовремя еще пришли. Дождик пошел. Здесь сила ветра. Я даже не знала. Здорово. И вот здесь красота. Куся так же рада, да? Довольна? Наш домик с другой стороны. Идем в ресторан покушать. У нас будет ужин. Идем! Значит, у меня пиво вебское. О, не вебское. Онежское. А это пиво нефильтрованное у Илюши. Илюля. Ждем дальше свой заказ. Сейчас покажем, что будет есть у нас и ребенок в том числе. Друзья, вот знаменитый суп. Лохи Кейте финский с красной рыбой. Ага. Да-да-да, благодарю. А это вот... Господи, как называется? Калитка. Калитка, да, спасибо, Илюш. Калитка с рыбой. Я первый раз такой вижу вариант. Вот будем пробовать. А тебе тоже скоро еду принесут. Да, и папе. Минусское меню. Котлетка, пюре и огурец. Кушай, кушай. Ой, ой, какой. Он уже попробовал и карельскую форель у мамы, да? Все съел. Понравилось. Это у нас забыло название, но мы его не вспомним. Как-то по-фински свинина с селедкой и луком. Очень интересно. Приятного аппетита. Сколько у нас вышло, друзья, от 2540 рублей? Вот уха, вот эта Лохи Кейта популярная, 580 стоила. Ну и вот, как бы, вот так все, да. А, и еще я заказала калитку все с картошкой. Вот мне очень понравилось. Пожалуй, фаворит из всего у меня был вот этот, вот эта калитка с форелью. Прям, это было очень вкусно. А это с картошкой. Вот. С утра на детской площадке перед завтраком. Ну, красота. Проснулись сегодня в 8 утра. И подумали, так, почему бы не пойти и не позавтракать? Ведь это так хорошо, когда маме не нужно готовить завтрак. Ну что, у нас завтрак состоит из разнообразных блюд. Тут мюсли, да, как вы понимаете, подушечки. Ой, давайте я вам сейчас как раз покажу, пока здесь никого нету. Сосисочки. Так, сейчас закрою. Дальше идут сырники. Мы уже просто позавтракали. А, вот сейчас блинчики. А были сырники, очень вкусные. Так, дальше у нас... Вот яичница прям тоже нам понравилась. Вообще, все очень прилично. Так, и вот такой омлетик сам мальчик съел. А там кашка. Кашка, да. Значит, ну, нарезки, естественно. Колбаски, сыр, огурчики, творог, сметана. Мандаринки, апельсинки тоже съели, тоже вкусно. А здесь у нас отдел кофе, чая и выпечки. Вот. Красота. Ну, все, мои дорогие, мы уже позавтракали. Сейчас будем собираться и едем в город Сартовало гулять. Парк Лакусавы. Ну, не как-то так. Идем гулять. Карусель, карусель. Как там дальше? Кто успел, тот присел. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Очень здорово сделали табличку. Теперь можно посмотреть. Вот, певческое поле. Трамплин у нас. Беседка поцелуев, Илюша. Смотровая башня. Скульптура «Ангел-хранитель». Тропа здоровья. Ну, и туалет. Вот, конечно, я хочу... Ну, беседка поцелуев. И, конечно, смотровая площадка. Вот тут, получается, она. Ну, пойдем. Лучше от сети там находить. Нужно все еще. А, ну, хорошо. Ну, он сразу идет. Хорошо. Ну, пойдемте. Будем подниматься. Уже поднимаемся на смотровую площадку. Здесь 183 ступеньки. Я надеюсь, мы дойдем. Ну, мы еще не дошли. Просто немного поднялись. И вот она видна сцена. И мы услышали звуки ретро-поезда. Там он чуть-чуть, чуть-чуть. Дым видишь? Открывается вид на город. Получается, вот там. Вот там Ламберг. Ретро-поезд идет, друзья. Мы его застали случайно. Илюша снимает. Вау! А это какой-то другой. Видишь, тут два вагона и один открытый. Памятник паровозу. Здорово. Меня муж завез на вокзал. Говорит, иди снимай. Слушайте, ну вообще фантастика. Ну конфетка. Вот это впечатление. Настоящий старинный паровоз. Вау! Ааааааа! в который он ездит. Ребята, Русские Аллы. Вот. Снимаю для вас. Это настоящий. Да. Вот. Сейчас мы сфотографировались у скамеечки. Посмотрите, какая прелесть. Мишки тут какие. Вообще все очень аккуратно и привлекательно. Приезжайте с детками. Пять лет Раскиальцев в Экспрессо. Как быстро время лететь. А здесь информацию можно получить обо всем. Что вас интересует. Да. Маленький, конечно, такой. И вот мы его и еще застали. Вааа. Ну, это, конечно, эффектно смотрится. Маленький, конечно, такой. Да. 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 Мы погуляли. в парке. Взяли сметанку, снежок. Вот такие два йогурта. Покажу. Покажу. Один вкус только у них был. Надеюсь, вам это будет интересно посмотреть. Любопытно. Яблоко, груша. Далее. К чаю взяла вот такие из Петрозаводска орешки. Сказали, что не очень вкусные. С вареной сгущенкой. Естественно, хлеб. Далее. Вот такое пиво, которое мы вчера пробовали. и лишь и взял это это что у нас вебский да да это это нефильтрованная вот и одно фильтрованное а я по тоже все местное и покушать пельмешки мешки это бренд карельские рецепты из филе трески у них только было сказал что очень вкусная это петрозаводска а вот это а вот это вот это то что сортовали есть ресторан и форель натуральная там если приладожье вот-вот-вот котлетки взялась форели это друзья а вот город сортовала поселок за озерные изготавливать значит вот местная до добавлю это я посмотрела это петрозаводск весов нос и вот это поели карелыч тоже петрозаводск все ну чтобы все правильно сказать поняла я вот этот молочный комбинат олонецкий алания то что бренд это в карелии город олонец ясно 191 рубль будем пельмешки есть такой вот у нас столик сильно много кушать не хотим поэтому немножко сделали всем приятного аппетита приятного аппетита человек сейчас попробуем тебя посадить будешь есть очень мне понравилось молочка сразу отметить он тоже в ответ к он не хочет он хочет только пельмешку вот такой у нас вид роскошно чай и вот такой орешки буду итак мы отдохнули теперь мы собрались и едем посмотреть красивую панораму на горе пасу от ламберга минут 20 туда ехать что мы хотим застать ретро поезд потому что около 6 он должен проходить и вот этот весь замечательный вид мы заснимем надеемся вот ну и конечно посмотрим шикарный панораму пасу городище пасу вот подъезжаем красиво кофе сувениры пожалуйста все что тебе нужно и не нужно будем билетики покупать мой вау не ну реально стильно очень уютно какая прелесть смотрите вся территория конечно интересную купили билетики на одного человека 400 рублей получается два взрослых 800 ну все отправляемся и дали подарок вот такую брошюрку карелия как на ладони с истории маки но мы идем в гору а нам абсолютно комфортно идти не преодолеваем трудности а дорожка такая чудесная совершенно какой домик хижина такая до кормушка для птиц а это для собачек если мы забыли пакетики вот можем воспользоваться ну вообще я вот такой первый раз и лишь вижу ну и ты подошли ко всему ответственно природа то какая да тут еще у нас светлее чем петербурге это правда макуся рада макуся путешественница а у меня тапочки какие я всегда в карелию вожу мне нравится а вы обратите внимание что дальше будут у нас фонарики фонарики вот внутри деревьев это так оригинально и так романтично а тут можно взять остановку восторг вторая остановка вот это ребят камера не может передать реально впечатление ого эти камушки это вообще пирамидки да так отражает карелию по скандинавской но скандинавская да история очень 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 все так мило макуся как все горит уютным светом это запомнится вот это реально запомнится друзья это впечатление это правда каждая остановка имеет смысл здесь ребята вот здесь все это описано мы тут пока шли чину идем читаем как красиво что это такое огоньки так подвешены из деревьев это просто вот эта задумка это просто я такой первый раз вижу да идем дальше вот мои уже поднялись на самый верх а я смогу сенька иду я просто очень много снимаю и фотографирую и не могу как илюша да красотища конечно а это только третья остановка а я не знаю сколько помощи шесть ну ладно сейчас все увидим вместе с вами ребят пятая остановка и там вот наверно шестая да все мы мы пришли ого вид вот это да ну даже сделали табличку с расписанием нашего ретро поезда вот 1740 1750 здорово что такое сделали потому что все сюда принципе да и приходят ради этого ретро поезда во многом да как будто хочется сказать за ним захочется сказать занимаем места в зрительном зале подсветка даже здесь самочек думает чего мы так ждем долго а мы ждем поезд да дождик может пойти поэтому он уже чуть-чуть пошел и мы зонтик открыли а какая а крылья с а и а Продолжение следует... 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 значит привезли нас национальный парк ладожские шхеры будем ходить здесь полчаса у нас ровно полчаса интересно то как все поднимаемся в гору да это мы в гору идем как бы нам нужно посмотреть виды макуся вообще молодец просто спортсменка очень похоже на койносаре где мы были в 2022 году ну в принципе острова они есть острова какая красота вот такая здесь парковочка много-много туристов да ничего не скажешь сортовали идем вот сюда тут очередь андер очень хорошее место покушать а вот слева находится тролль как-то так сейчас разберемся куда мы пойдем есть нашли здесь местечко и смотрите опять паровоз что я вижу заказали все покажем такой бургер стомленный говядиной дали самому чекукуру с картошкой это айдафа и мне тоже самое будем все пробовать приятного нам аппетита и того 2350 и пиво было еще 250 вот можно посчитать а вот так спасибо значит сколько у нас бургер и два бургера полторы морс и курица из печи на 750 что такой ценник все было очень вкусно данным бургеры очень понравились они были отличными самочи как-то не очень много съел но мы взяли с собой контейнер он будет доедать но очень вкусно и у него тоже и кура там такая но я такое не ела но нам понравилось реально прям это стоящая история могу смело рекомендовать это место прям класс этот музей очень интересный кранит гоголь и мы были очень очень давно папа сажают около центра сердоборь катаемся на детской площадке с таким шикарным видом все есть все интересно едет соломончик в карете вот мы тут свидетели нового памятника приятно к нерп очки подойдем милой как раз отправляются на метеорчики до валаама как интересно погуляли здесь я взяла кофе латы 250 рублей а флэтуай 300 я в шоке цены как в питере ну в принципе цены высокие но извините ну просто обычный кофе да ну ладно просто такой ветрено здесь потому захотелось горяченького мне лично какая красота мне вот напоминает сортовала немного выборг дом со шприцем тоже на эти главные примечательности что что ты говоришь световой фонарь да здорово обратите внимание какая же все таки интересная архитектура 1907 год маша с головой тоже еще один интересный объект банк россии лось и тролль отель ресторан это еще и отель ну да это бар и отель да крафтовое пиво нас встречает интересно возвращаемся в ламберг отдыхать я уже устала будешь дома есть у тебя вон там мы взяли ты не доел будешь дома есть едем едем погуляли и очень взросл всем привет у нас сегодня вторник и мы позавтракали соломончик съел сосиску макароны сегодня были на завтрак он потом заточил два сырника в общем аппетит у человека что надо у нас собственно тоже наверно у меня будет потом детокс петербурге реально настоящий отпуск едим много ну и ходим прилично значит сегодня мы едем в русский алла то есть сейчас едем русский алла ехать ее план от ламперка ехать дала русский аллы минут 40 вот собственно вот так потом может быть заедем сортовалу надо нам магазинчик алония нам очень понравилась молочная продукция алония просто супер хотим собой взять петербург и завтра мы уезжаем вот получается субботы после завтра среда да вот получается пять дней пролетели как одно мгновение у нас такой был мини выезд потому что с ребенком не все так просто но при этом все очень интересно впечатления у него я думаю приличные какие у нас все едем здесь также как и при озерске есть точка на карте отель кафе бестро ну а 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 пойдем покупать билеты у нас касса в городе парк русский алла такой миленький панамки значит дети для 7 лет бесплатно и один билет стоит 600 рублей то есть на нас на двоих 1200 вот подземная кстати есть русский алла здесь и дети до 7 лет не разрешаются и с животными не разрешаются и что подземную искалу мы не сможем попасть но все то погуляем по парку вода 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 на всех смотрит кстати очень много собачек вы одни вода не можно по парку еще одна смотровая площадка отсюда и конечно еще красивее поехала и google и как года сломанчик лошадка мы идем к озеру светлому посмотреть на него это просто озеро красивое озеро здесь прокат вальдар у нас тут карта есть можно все посмотреть с развернемся и пойдем итальянской лестнице это что-то павловский итальянский забыла камень сразу скажу что карьер итальянский карьер а что ты там трогаешь себе показывает он уже молодец насадили начал показывать надо посмотреть что у тебя там прозрачная красивая да подходим к итальянскому карьеру красиво и 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 карельская карельская эскимо будем сейчас пробовать и карельский стандарт посмотрите какой необычный пломбир с малиной еще я взяла брюшюрку хочу найти вот это мороженое здесь карри петрозаводская говорят что она очень вкусная красиво здесь панорамные виды красавец артист мы уже подходим к машине ребят мы здесь были 2016 году и конечно русский она не была еще такая скручена как сейчас людей очень много вход в парк стоит 600 рублей на самом деле это очень дорого можно было и сделать и за 300 рублей потому что ну вы по сути ходите вокруг каньона да и ничего прям такого сверхъестественного в этом парке нет ну за исключением того что все происходит на воде все какие-то развлечения все на воде поэтому ну как бы нам не очень понравилось понятное дело что все развивается это очень хорошо но вот количество людей очень много каких-то ненужных лавок я бы так назвала с продукцией ну уж понимаете да вот поэтому мои дорогие нет в любом случае безумно красивый карьер но вот когда ребенку будет 7 лет можно будет еще подземное царство зайти посмотреть карьерчик там в целом как то так как то вот может быть уже усталость немножко накопилось за все дни много разных разных абсолютно впечатлений в целом конечно же сто процентов рекомендуем приехать русский аллу побывая здесь увидеть все своими глазами оценить и может быть у вас будет абсолютно другое впечатление об этом месте и она будет тоже правильным после русские аллы я решила заехать вот в этот магазинчик колония у меня муж подвез сейчас самочек спит в машине здесь должна быть вот эта продукция молочная любопытная может быть и творог здесь будет в общем хочу понабрать и родителям и нам в петербург купила термопакет потому что мы в петербурге забыли взять вот обязательно довезем три часа как минимум держит холод значит это родителям я взяла кефирчик вообще все это вышло на тысячу где-то 600 рублей кефир вот такой вот аллоне творог взяла у них тоже 5 процентов две пачки это родителям будет сыр российский вот такой вот все больше ничего нельзя есть такого вредного и теперь нам ну то я и выше по набрала вот этих десертов ему очень они понравились десерт сметанной с наполнителем это лоне и здесь многочисленные вкусы идут разные даже есть банан с карамелью они стоят в районе 40 рублей именно в лоне в этом магазине не дешевле буду чем других лавков так еще сейчас упадет у меня все все тут разберу да вот чернослив из лаки допустим такой вкус дальше идет а вот такой десерт сказали очень вкусный это их новинка ацидофилин малины со вкусом мороженого вот такая история молоко молоко спасибо соломонтик сметана у мамы упала еще такую маленькую взяла 15 процентную нам тоже два творога тоже сыр и сливочное масло вот такое такая милая девушка сливочная традиционная аллоне и все пакетика мне тут сделали я уже не открывала их а еще такой вкус вот этого десерта персик ну все такая вот история у нас тут масштабная если я положу в холодильник такой у нас ужин приготовила я все что здесь нашла посуды тут очень мало делала гречу котлетки с форели приладужье да салатики вот тебе гречи и котлетки из форели помидорчик огурчик и сметана аллоне прям у меня реклама аллоне и вот вот эти мороженое я хочу сорбец морожка есть наличие вот это калитки взялась сейчас я секунду яблоко груша и брусника любопытное местечко вот она так и называется калитка и вот морожка сорбец морожка где вы такое попробуйте скажите мне если только не здесь все чудесно вот бренд вниз возле заправки вот такая будка рыбозаводцы у нас такого нет дача винтера заедем сюда погуляем у нас сегодня уже последний день завтра мы уезжаем заедем посмотрим что здесь такого красивого гуляем здесь вообще никого нет домики это не тоже там как бы типа лобби барчика можно кофе попить и ресепшн объемная карта это интересно макет такой да так а мы где нам и вот где красные да наверно ну пойдем дальше смотреть вот ресторан дом винтера водопадик такой милый маленький соломончик смотри какой водопадик ты такой видел вообще ну ты его рассмотреть симпатично да ну конечно я взяла кофе друзья в этом ресторанчике очень хороший флэт карелия с комфортом и вот вот она дача винтера это дача врача можете загуглить может не надо мочить ладошки тут скользко да мы здесь проплывали поднимается так вот такого я еще не видела чтобы такие колонны были очень интересно все выглядит необычно там какой-то зал видимо это мероприятие проходит снизу обратите внимание на эту вообще волшебную архитектуру дачи доктора винтера супер необычный объект для меня приятно удивлена уезжаем петербург слушайте так классно конечно термопакеты иметь все туда поместилось идеально едем спасибо этому домику замечательно провели время перезагрузились теперь нас ждет наш любимый петербург спасибо 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 спасибо